В Иркутской области прошел традиционный осенний забег кросс-нации. Сколько участников вышло на старт и кто опередил соперников, узнаете далее. Надеть стартовый номер 11-летней Софьи помогает мама. Сегодня юная иркутянка участница массового забега кросс-нации. Девочка уже испытывала свои силы вместе с семьей на разных марафонах. Но на этой акции впервые. Мы, по большей части, не такие уж спортсмены, но дочь с этого года записалась на легкую атлетику. Поэтому нам это интересно. Мы за здоровье нации. Я решила заниматься легкой атлетикой, потому что меня вдохновили предыдущие марафоны. Столица Прибайкалья стала основной площадкой кросс-нации в регионе. Здесь спортсмены смогли испытать себя на нескольких дистанциях. Семьи с детьми от 4 до 6 лет бежали 300 метров. Ребята постарше – 1000 метров. А подростки и взрослые – от 4 до 12 километров. Старты прошли еще в 37 муниципалитетах Прибайкалья. Кросс-нации уже много лет проводит Министерство спорта Иркутской области. Конечно же, это мероприятие у нас в первую очередь направлено на популяризацию, занятие физической культурой. И мы видим, что с каждым годом у нас количество людей, которые увлеченно занимаются физической культурой, оно возрастает. Но это у нас основная задача, потому что здоровье прежде всего. Самым массовым и основным на Кроссе-нации традиционно стал забег на 4 километра. В Иркутске эту дистанцию среди мужчин быстрее всех пробежал Антон Тыжинов. Он же стал лидером в забеге на 12 километров. Бегаю уже не первый раз на Кроссе-нации, побеждаю третий год подряд. В прошлом году бежал две дистанции, на двух дистанциях победил на 4 и на 12 километров. Мне, как спортсмену, это очень приятно, что люди свой выходной проводят с такой вот пользой. Среди женщин же в Иркутске на массовом забеге первой финишировала Лидия Винокурова. Всего же к стартовой линии в столице региона вышли больше двух с половиной тысяч спортсменов. А в Иркутской области 15 тысяч любителей бега. Дарья Эйвазова, Андрей Назаров. Новости по будням. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова